Еще одна история о человеке, сильном и любящем свою родину. Юлия Самойлову, нашу певицу, в мае прошлого года украинские власти не пустили на конкурс Евровидения. Первый канал тогда отказался сменить участника и не стал транслировать конкурс. Через два месяца очередной конкурс, теперь в Лиссабоне. И Юлия Самойлова туда поедет. Она уже начала репетировать свою новую песню. И через несколько минут вы будете первыми, кто услышит эту песню. Как живет талантливая и стойкая Юлия Самойлова? Как она готовится к Евровидению? Расскажет Кристина Левиева. Евровидение – это то, о чем мы мечтали всей семьей. Это здорово, что мечты сбываются. То, что сейчас появилась та песня, которая прозвучит, Она олицетворила именно все, что накопилось за этот год. И в Юлии Самой, и вообще в ее сердце, в ее душе. В камеру, в камеру мы смотрим. Она молодец, она боец. И это мне нравится. Она не сломается. Я не сломаюсь. Слова, которые ей приходилось повторять так много раз. Всем, кто не верил, говорил нет и боялся смотреть ей в глаза. Но она не боялась. Точно знаю, что ее голос должны услышать. Песня «I won't break», которую Юля исполнит на предстоящем Евровидении в Португалии – это еще одна сбывшаяся мечта, которой она шла долго и упорно. Пусть и со второй попытки она попробует покорить европейский песенный Олимп из сердца 200 миллионов телезрителей по всему миру. Это не просто нежная баллада, а песня со стержнем, назовем ее так. Подчеркивает, наверное, мой бойкий характер, скажем так. И мне это нравится. Она прям про меня, обо мне. И я себя в ней чувствую настоящей. Юля Самойлова родилась в Ухте и ничем не отличалась от других детей. С детства она любила петь, и у нее очень хорошо получалось. А потом врачи поставили ей страшный диагноз – спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана. Юля прикована к инвалидной коляске. Но вместо злости и отчаяния она выбрала совсем другой путь. Об этом ее новая песня. О красоте, об улыбке, которая многим дарит надежду. О невероятной силе, которая не позволит сдаться. Нелегко, не буду обманывать. Случаются и с рыбой, но это с рыбой, они чаще всего из-за какой-то неуверенности происходят, что у меня не получается. Тут не так, тут не то. А потом переспишь ночь, посмотришь на работу проделанную. Все, в принципе, хорошо. На Евровидении она должна была поехать еще год назад в Киев. У нее уже была готова песня, поставлен номер, но Юлю Самойлову ждала еще одна проверка на прочность. О таком подумать не могли даже организаторы главного европейского песенного конкурса. Участницы из России закрыли въезд на Украину всего за несколько недель до вылета. Нас не пускают по идиотской совершенно причине. Причина же, которая была объявлена, потому что Юля посетила Крым. И правильно сделала. Она актриса, она должна ездить туда, куда ее приглашают, выступать с концертами. А как? Что? Она не политический деятель. Почему здесь политика? Почему здесь Крым? Вы знаете, как у любого человека, и так же, как у наших спортсменов, которых не пустили на Олимпиаду, можно даже такой параллель провести. Существует разочарование такое. Но мы это пережили. Совершенно спокойно. Забыли уже давным-давно об этом. Как она переживала, знает, пожалуй, только один человек. Ее муж Юлия и Леша вместе уже почти 9 лет. Юля поразительно сильный человек, на самом деле. Я, ну, сколько знаю, уже говорят, люди ко всему привыкают. Я к ее трудоспособности привыкнуть не могу. Насколько отличается то, что кажется очевидным. Ну, кажется, у человека должно быть как бы немного каких-то сил, как физических, так и моральных. Но Юля будет посильнее многих. И, в общем-то, я так скажу, за то время, что мы вместе, она меня много поможет. А вот микрофон у меня слышно будет? Да. Он помогает ей выдерживать этот бешеный ритм. Перелеты, гастроли, ежедневные занятия вокалом и английским. Да, Юля прекрасно знает, что ее критиковали за сильный акцент. И за год она с нуля выучила язык. О! Юля, как исполнитель, в первую очередь, она ценна той энергией звука, которая из нее выходит, той честностью и той искренностью. Юля не врет. Музыка не терпит вранья. Ей поверили и зрители сначала, когда она пела свою молитву на музыкальном проекте Аллы Пугачевой. Твое имя повторю я снова. Боже, когда открывала Параолимпиаду в Сочи, огромный стадион скандировал ее имя. Ты немалолетний, желтый, как и дровый. Песню для Евровидения в Лиссабоне написала интернациональная команда авторов. Музыкант Леонид Гудкин, он был также соавтором песен для Диногориповой и Полины Гагариной. И два автора из Израиля, Нета Немроди и Арье Бурштейн. Самым важным аспектом в успехе песни является артист. Потому что песня сама по себе существовать не может. Секрет в абсолютно удивительно непобедимой силе ее духа, который вдохновляет очень-очень многих людей. Сейчас Юля Самойлова уже вовсю репетирует номер. Его детали пока держат в секрете. Скажем вам только, что будет нечто грандиозное. Конечно же, задумка, она вообще фантастическая. Мне нравится что-то такое неземное. Это близко ко мне, что-то волшебное. Перед поездкой в Португалию она загадает еще одно желание. Впервые в жизни увидеть океан. Ведь наша Юля, она сама как стихия, остановить которую невозможно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...